Доброе утро! Сегодня 27 октября для уютного кафе на то, чтобы позавтракать. Это шведский стол и гостиница Мамбам. Покушаем. Вроде все есть. Витамины, фамбаски, йогурты, вода, чай с лимоном, соки. Доброе утро, друзья! Сегодня экскурсионный день в Чите. В отличие от Иркутска, где я заказывал заблаговременно экскурсию, экскурсовода. А здесь у меня, к сожалению, только знакомые, которые мне посоветовали, что нужно посетить. Поэтому будет такой экспромт. Все будем знакомиться на месте. Вот. Здесь же еще на час-два часа больше, чем где я был в Красноярске. А завтра в 9.20 у меня вылет в Сочи. Вот. Всю до счеты. Так что я часовой поезд передвину на почти пять часов в другую сторону. Вот. Ну, посмотрим, как состояние будет. Сейчас свеженький. Вот. На улице морозное, но ясная погода. Вот. Сейчас иду в кинотеатр. Смотреть какой-нибудь фильм. Кинотеатр построен в 70-х годах. Вот. Именно как кинотеатр. Очень ясный город. Интересная афиша и юная армия Забайкаль. Почти похоже на наших ребят. Вот это вот кинотеатр Закан. Сейчас я иду к нему. Вот. Еще одна площадь. Все чистенько. Как хорошо было в Иркутске, когда экскурсовод себя вел и рассказывал про одно здание, про другое. А я подумал, что это кинотеатр. А это, оказывается, драматический театр. Такой красивый в чести драматический театр. И в другую сторону, оказывается, идти. Видите, как их восстановлено. Ну, вот утро. Читинское утро, где-то 9 утра. Вот. Все очень чисто. Прям чисто. Вот. Без какой-то лишней суеты и все остальное. Может, где-то есть небрежности, но в целом уже чисто. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. Мудакан. Красивое здание церкви в Чите. Вот. Огромное. Походу, тут зайти посмотреть нельзя. Наверное, все закрыто. Вот. Гуляю по городу. Это храм. Время 10.04. Смотрим, как здесь все обустроено. Поймуйки есть какой-то. Поймуйки есть какой-то. Смотрим. Время 10.04. Поймуйка. 11 градусов на улице. Ясно, но холодно. Пойду сейчас в кинотеатр, погреюсь. Что-то я вообще замерз. Взял куртку, потому что рядом приехал. А здесь минус 11. Думал, здесь теплее будет. Замерз как сивка-бурка. Сейчас буду добираться за каком-нибудь кинотеатром, чтобы погреться. Интересная экспозиция. Никого не могу попросить, чтобы меня засняли. У нас у людей сейчас многолюдно. Это вот Читинский вариант памятника любви и верности. Вот. Вон там фонтан памятника любви и верности. Рядом, напротив, университет. Интересная, коллеги. В первый раз вижу такой новостройки с такими вот колоннами. Я думаю, что они используются как тех помещений. Но интересно. Вот. Иду на центральную улицу Ленина. Сейчас отсюда видик. Из таких вот городов старых, что сочетаются архитектурные ансамбли современных домов и вот такие вот маленькие заброшенные дома. Вот. Поэтому оно вот так получается. минус 11. Вот такие здесь вот здания. Чита мне, безусловно, нравится. Какой минус, коллеги, читинцы? У вас очень много курящих женщин. Иду по улицам, смотрю в подворотнях, спрятавшись. Курят, дымят молодые девушки, женщины. Мужиков так не видать, что покурили. А вот именно женщины. И очень много по улице видел оказание психологической помощи для людей, которые выпивают. Либо это проблема, либо это просто так получилось, что я хожу именно в тех местах, где много таких вот мест. Но курят очень много женщин. И это минус. Хотя я, может быть, давно уже не был в городах. Может, сейчас так все и делается. Женщина курит, мужики ведут здоровую жизнь. Я никогда не курил. И никому не рекомендую. Вот. Берегите себя. Когда мы последний раз играли в пятнашки. Я оказался еще в одном ресторане, в нашем гостинице. Очень интересный, светлый такой. Сейчас я сниму. Это обстановка, цветы здесь. Очень светлый ресторан. Китайская кухня готовит повара-китайцы. Заказал несколько блюд. Обожаю цветы. Орхидеи, все остальные. Класс. Нет, еще один такой. Китайский десерт. Вода, бананчики, чай. В общем, мне сказали, что нужно их брать. Горяченькие. Опускать. О, грибши. Ага. Брать в эту воду и потом кушать. Прикольно. Можно найти экскурсию обзорной почте. Оказался в местном кинотеатре. Посмотрим комедию. О, грибши. 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 Продолжение следует...